Здравствуйте! Сегодня отмечается Международный день музеев. Как работают музеи Алтайского края сейчас и какие мероприятия там проходят к празднику, расскажет заместитель директора по научной работе Алтайского государственного краеведческого музея Оксана Мамонтова. Здравствуйте! Оксана Сергеевна, расскажите, как музей будет праздновать Международный день музеев? Будут ли какие-то мероприятия? Как в них поучаствовать? Как посмотреть? Конечно, впервые в музее встречаются профессиональный праздник в таком непривычном формате. И мы все равно постарались для наших дорогих посетителей, которых мы уже, к сожалению, больше месяца не видим, подготовить различные мероприятия, которые, конечно, пойдут на страницах в социальных сетях наших музеев. В частности, по Государственным музеям составлена такая программа мероприятий на 18 число. С ней можно познакомиться на сайте Министерства культуры. Это будут и мастер-классы, это будет презентация видеофильмов, это будут дайжесты, идущие сейчас Международной музейной недели. Это будет викторина с розыгрышем призов. Так что, я думаю, наши посетители смогут в течение дня, 18 мая, посмотреть, поучаствовать и попробовать сделать что-то самим. Это все в режиме онлайн, можно посмотреть в социальных сетях наших музеев. Впервые за долгое-долгое время не будет музейной ночи в этом году. Как вам эта ситуация? И будут ли конкретно к музейной ночи какие-то мероприятия? Разумеется, конечно, для нас это тоже очень такое… Для нас, для всех, потому что с удовольствием, с огромным, постоянно ходишь, посещаешь разные места, и ночью это какая-то романтическая… Поверьте, музеи готовились очень серьезно к музейной ночи, были подготовлены достаточно интересные, любопытные программы, но в связи с сложившейся опять-таки ситуацией, предложили перенести музейную ночь на 3 ноября, то есть когда мы празднуем Ночь искусств, проводим. Если даже это и состоится 3 ноября, сами понимаете, очень большая часть программы, она просто будет невозможна для проведения, потому что это были запланированы уличные мероприятия, были запланированы уличные экскурсии и так далее. В ноябре очень достаточно сложно и проблематично проводить подобные вещи, поэтому какая-то часть, естественно, программ, которые музеи верстали на 18 мая, на музейную ночь, она будет перенесена на 3 ноября. Поэтому будем ждать ноября месяца и, может быть, какую-то часть той интересной программы, которую мы планировали, проведем для наших посетителей именно тогда. Продолжим тему каких-то мероприятий, связанных с Международным Днем Музея. В Москве традиционно каждый год проводится международный фестиваль «Интермузей», и Алтайский край, Алтайские музеи в этом участвуют. Расскажите, как в этом году будет проходить и состоится ли вообще фестиваль? Фестиваль, было принято решение, что он обязательно состоится, конечно, тоже в непривычном формате с 27 по 29 мая. Традиционно фестиваль состоит из трех частей. Это выставочная часть, это обязательно конкурсная программа и деловая часть. Выставочная часть в этом году будет тоже у нас проходить на платформе и на сайте самого фестиваля, на сайте «Интермузей». Музеи из различных регионов представили свои выставочные проекты, с ними можно будет познакомиться. Наши государственные музеи все представили свои материалы, поэтому, начиная с 27 числа до конца 2020 года, с этими выставочными проектами можно будет познакомиться. Конкурсная программа, в которую были поданы заявки тоже от нескольких наших государственных музеев, она сейчас идет, жюри работает. Предварительные результаты мы узнаем уже в середине мая. Ну и деловая программа, конечно, она будет включать в себя всевозможные встречи на платформах, которые представит фестиваль. Это будут вебинары в большей степени. И могу сказать, что на странице, или там, не знаю, то есть как та платформа, которую предоставит нам, например, Государственный музей «Эрмитаж», наши коллеги выступят с сообщением о работе нашего музея в годы Великой Отечественной войны. То есть мы станем участниками площадки «Эрмитажа». Это одна из уникальных работ, как я понимаю, которая будет участвовать в этом международном фестивале «Интермузей», правильно? То есть отдельно, например, музей наши государственные, они представили выставочные проекты, и помимо этого мы вот еще участвуем в деловой программе, и это как раз деловая программа на площадке «Эрмитажа». В выставочной программе есть ли какие-то выставки, экспозиции, которые необходимо посмотреть, и почему их нужно посмотреть нашим зрителям и всем онлайн-посетителям музея? Конечно, самый главный девиз и основная тема в этом году «Интермузей» — это был год победы, год у нас весь юбилейный. Поэтому организаторов интересовало, как музеи сохраняли культурное наследие в годы Великой Отечественной войны, а как они занимаются этим сейчас. Поэтому каждый наш государственный музей подготовил материалы, связанные с этой темой. Если мы, например, говорим про Всероссийский музей-заповедник Василий Макарча и Шукшина, то они, например, подготовили выставочный проект о ролях Шукшина в кино, в военных фильмах, о его произведениях, связанных с этой тематикой. Если мы говорим про наш Кровический музей, то мы подготовили выставку из материалов по Великой Отечественной войне. Это и тыл, и фронт, и, конечно, тот проект, который мы еще будем реализовывать, выставочный, межмузейный. Если мы говорим про Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая, то они подготовили проект, связанный с работой театров здесь у нас на Алтае, потому что мы знаем, что в годы Великой Отечественной войны эвакуирован был сюда у нас театр из Московской, и вот его жизнь, творчество здесь на Алтае в годы войны. То есть каждый музей подготовил вот такой интересный выставочный проект, поэтому обязательно посмотреть работы своих музеев до конца этого года им просто необходимо будет на площадке интермузея. Судьба проекта, который готовит Алтайский краеведческий музей к 9 мая, когда его можно будет посмотреть уже на площадках, на вашем сайте или в социальных сетях? Когда уже можно будет ознакомиться? Конечно, для нас очень неприятное было известие, что музеи закрываются, мы не можем всё-таки представить тот проект, который должен был быть реализован в рамках гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры, потому что вот этот межмузейный краевой выставочный проект, он как раз вот будет создаваться на средства этого гранта. Тем не менее, в конце третьего квартала, мы надеемся, в сентябре мы всё-таки сможем нашим посетителям продемонстрировать этот выставочный проект. Это называется он «Тыл. Наша линия фронта». Дело в том, что мы, как правило, если говорим о войне, больше всего всегда вспоминают фронт бойцов, дивизий и тому подобное. А вот как-то про подвиг тружеников тыла у нас немножечко вот, ну, не то чтобы забывается, но не акцентируется на этом внимание. И поэтому наша задача была собрать воедино материалы наших муниципальных музеев, фонды нашего музея, чтобы показать, как же тыл жил в годы Великой Отечественной войны. И, конечно, здесь основной эмоциональный такой упор будет на тему женского и детского труда, потому что это были самые главные труженики в тот период времени. Вот. Уже около 15 музеев предоставили нам свои материалы. Я думаю, что это будет достаточно интересно и любопытно как подрастающему поколению, так и более возрастным нашим посетителям. Когда еще раз? В конце сентября мы надеемся, что мы сможем представить его, потому что впервые для реализации вот такого выставочного проекта у нас приобретено специальное мультимедийное оборудование, тач-панели. Специально под этот выставочный проект создан контент. Контент у нас неразрывно связан с краевым конкурсом «Дети 21 века. У детях войны». То есть ребятишки со всего Алтайского края собирали воспоминания детей войны, предоставляли их на этот конкурс. И вот эти воспоминания, они войдут в этот мультимедийный контент. А для более младшего поколения было разработано даже два игровых контента, чтобы они могли познакомиться с историей повседневности в годы Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, это было бы невозможно, если бы не, скажем так, наши партнеры, группа МЭМ, которые вот как раз занимались подготовкой этого самого контента. — Огромная команда работает, как я понимаю, и огромный труд уже проделан, и сколько еще стоит проделать. Я думаю, мы с вами еще встретимся накануне открытия выставки. И я надеюсь, что мы с вами еще раз прононсируем и напомним нашим зрителям, что можно прийти и посмотреть. И, наконец, давайте напомним нашим дорогим телезрителям, в чем ценности, насколько велика ценность алтайских музеев. — Вы знаете, наверное, мы один из немногих регионов, где достаточно очень большая разветвленная музейная сеть. Думаю, что не каждый регион в стране может похвастаться тем, что у него 68 музеев. Вот у нас, по крайней мере, в подчинении Министерства культуры Алтайского края находится 68 музеев. И, конечно, наша особая такая изюминка — это еще и сеть мемориальных музеев. Понятно, что во многих регионах они есть. Мы с Москвой, Санкт-Петербургом спорить как бы не собираемся. Но вот если говорить о провинции российской, то, наверное, мы тоже один из немногих регионов, где настолько развита сеть мемориальных музеев. — Спасибо вам большое. Поздравляю вас с профессиональным праздником. И всех работников музеев Алтайского края, не только, которые нас сейчас смотрят. Поздравляю. На этом у меня все. До встречи в эфире.